МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Финиш выбором. Старт торгам. Кто, с кем и что делит в будущем парламенте. Карта нарушений. Где голосование прошло не без сучка и задоринки. Тростник свеклы плаще. Кто наварит на импортном сахаре. Соловей Новороссии. Кобзон отправился надрывать связки перед террористами на Востоке. Выдохнули. Выборы прошли. Считают голоса. Надеются, что подсчеты будут справедливыми. Надеются на новую жизнь. О новой жизни. Недалеко от столицы. В рассказе Елена Механик. Посмотрите. Каких-то 150 километров от столицы и новая жизнь. Село с многообещающим названием. А на деле две улицы, да из десяток дворов. Не бежишь ни на автобусы, ни на метро. Никуда. Став спокойно. Шел, поработал и живешь. Дорога в новую жизнь оживает нечасто. Как правило, в аккурат перед выборами. Вот тогда село заваливают, нет, не продуктами, а гидками и обещаниями. Перед выборами все обещают золотые горы. А только выборы прошли, и будьте здоровы. Ивановна и сосед Иваныч делают запасы на зиму. Выборы выборами, а в новой жизни не позаботился о себе сам. До весны не дотянешь. Сложно представиться, но здесь депутатов просят. А, казалось бы, банальных вещах. Нашему приезду в новой жизни обрадовались. Собрались ехать голосовать на выборы, да машина заглохла. На местные лошадиные силы надежды никакой. А железные кони в новой жизни еще и в такую погоду не видали. У Владимира Ивановича в новой жизни началась своя новая жизнь. Президент тут я. Тут всю политику, зовнішнюю, внутрішнюю определяю я. А це вже всі остальні. На його ферме, как в украинском парламенті, все шумят, едят, і все равно им мало. Владимир Иванович держит руку на пульсе. Как вечер, так і смотрит новости. Його маленьке хозяйство словно отраження большой политики. А тут були мене два козли. Назвал Виктор Федорович, Виктор Андреевич. Бо один такий був вредний, то був Виктор Федорович. А другой був, такий був спокійний, покладистый, був Виктор Андреевич. А тоді там друга коза родила одну козочку. Назвал Юля Володимировна. Я їй Венка і сусідці подарил на день народження. Красота. Вот і зараз, во время виборів, в курсі всіх новостей. Слово за слово, немного поспорили, і политпрогноз від нової життя вже готов. Когось то виберуть, когось туди всунуться. Але потім вон по крышці лежать мене наготовить. Несмотря на то, що здесь все политически сознательні, больших змінень не ожидають. Говорят, нова життя, скорее всего, буде жити по-старому. Без дорог, без газа. Може, кому-то проголосувати хотілося б, але в новой життя вибори не оставили. На вибори не можу їхати, голосувати, за те, що нема на кого козочки оставити. Елена Механик, Наталья Неделько, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. По предварительным результатам, 5-процентний порог на выборах в парламент преодолевают 6 партий. В течение дня в лидеры вырвался Народный фронт. У него по состоянию на 7 вечера почти 22%. Наздряв на здрюсним идет блок Петра Порошенко. Отстает менее чем на полпроцента. Чуть больше 11 у объединения Самопомич, почти 10 у оппозиционного блока. Радикальный блок Олега Ляшко пока получает около 7,5%. А замыкает список прошедших Верховную Раду Батьківщина. С результатом меньше 6% голосов. Пока Центр избирком подсчитывает предварительные результаты, мы можем прикинуть, сколько кресел в сессионном зале Верховной Рады получит та или иная политическая сила. Конечно, темной лошадкой остаются мажоритарщики, поэтому подробности попытались очень приблизительно посчитать, сколько же мандатов получат партии. Итак, Народный фронт сможет привезти в парламент минимум 52 члена своего списка. 48 человек проходит по списку блока Петра Порошенко, 25 своих партийцев проведет Самопомич, всего на 3 человека меньше у оппозиционного блока, 16 штыков Олега Ляшко станут нардепами и примерно 13 от Батьківщины. Я еще раз замечу, это очень приблизительные расчеты. В ЦИК обработали только около 70% электронных протоколов. И окончательные расклады в парламенте, очевидно, будут иными. И не появились ли новые данные подсчета в ЦИК? Давайте спросим у Алены Центила, она ведь с нами на связи. Алена, здравствуй. Ждем от тебя самых последних новостей из Центра избиркома. Прошу. Добрый вечер, Алексей. На данный момент подсчитано 72,5% электронных протоколов. Активнее всего голоса считают в Запорожской, Закарпатской, Днепропетровской и Полтавской областях. Уже давно перевалило за 80%. А вот менее активно считают их в Луганской области. Всего четверть. Были сегодня и проблемные округа. Многим пришлось дорабатывать списки. Было много неточностей. Были зафиксированы случаи давления кандидатов на членов избиркома. В Одесской области на округе 140 члены избиркома заявили самоотводы. Сказали, что слагают полномочия. Правда, ЦИК никаких изменений в состав комиссии не вносил. А вот в Луганской области на округе 106 члены заявили следующее. Голова да секретар комиссии не відповідають на телефонні дзвінки. Системний администратор. Телефон поза зоною досяжності. Повідомлення щодо оголошення перерви в роботі окружної виборчої комісії надав увагу оператор комп'ютерного набору цієї окружної виборчої комісії, який не втомився і продовжує перебувати на роботі. Отдых комісії пришлось прервати. Голоса все же считать начали, но не особо активно. Правда, є і такі окружкоми, які вже посчитали всі 100% голосів. Іх завтра ждуть вже в центр-избіркомі з протоколами з мокрыми печатями. Ну а все електронні дані планирують обробити послезавтра. Я думаю, що це буде десь, скажімо так, середа. Ну, дуже хотілося, щоб ми до кінця середі це вже завершили. Показі офіціальні дані виборів обіцяють огласити до 10 ноября. Ну а пока становиться ясно, що по мажоритарці більше всього проходять кандидатів, представітелі блока Петра Порошенка і самовыдвиженців. Главна інтрига – хто все ж станет лідером этой предвиборной гонки? Народний фронт или блок Петра Порошенка? На данный момент разрыв составляє 44 тисячі голосів. Алексей? Алена, спасибо за роботу. Алена Центила следит за роботой Центральної избирательній комісії. І, кстати, о нарушеннях на избирательних участках ми зараз готовим матеріал. Він постоянно обновляється і буде в нашому ефірі немного позже. Обязательно буде. Парламентські выборы в Україні прошли в соответстві з демократическими стандартами. Глава місії наблюдателей ОБСЕ Кент Харштадт говорит, власти смогли провести выборы на значительной частини території України. А сам процес голосования і подсчета голосів був прозрачен. Предвыборна кампания предоставила кандидатам возможность настоящей конкуренції. Наблюдатели Европарламента тоже похвалили проведение этих выборов. Председатель миссии Андрей Плинкович сегодня встретился с президентом Украины і поздравив його з успішним і демократическим волеиз'явлением. В свою очередь Порошенко обратился к депутатам Европарламента с просьбою ускорить ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной і ЕС в своїх странах. А вот непосредственно о самих выборах було сказано вот так. Ми посетили много избирательних участков. Вывод по организации і проведению цих выборов оптимистичний. Вони були свободними і справедливими і прошли в полному соответствію з українським законодательством і міждународними стандартами. І ще одне поздравлення з демократичним выбором від Запада. Президент Еврокомісії Жозе Мануэль Борозу считає парламентські выборы победою демократії і європейських реформ. Об этом він написав в своєм твиттері. Міністр іностранних дел Словакії Мірослав Лайчик назвав вчорашнє голосування в Україні спокійним. Він тоже надеється на быстрі реформи в країні. Поздравлення і на інтернет-страниці Міністерства іностранних дел Литви. Там річ йде о правильному українському выборі. Глава МИД Польщі Гжегас Хітына в ефірі польського радіо назвав нынешній выборы большим шансом для України. Також поздравлення поступили от президента США Барака Обамы і американського посла в Україні Джефри Пайетта. В Київській області на рассвіте автомобіль з бюллетенями попал в аварію. Три чоловіка погибли, а п'ятеро оказались в больниці. Водитель машини Рено не справився з управлением, выїхав на встречну полосу і столкнувся з двома автомобілями. В авто, яке стало причиною ДТП, їхали представители участкової збирательній комісії села Вишенки Бориспільського району. Вони перевозили бюллетени і протоколи в Яготін. Целі і неврідіми остались тільки бюллетени. Їх отвезли в окружну і збирательну комісію. На даний час працівниками слідчого ворони встановлюються всі обставини ДТП та вирішуються питання щодо відкриття кримінальних проважень за частиною 2 статтію 286 Кримінального кодексу України. Лейтенант міліції, який здійснював охорону бюллетній, важко травмований, достав табельно-вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюллетній. Дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість. А поддібальцево в Донецькій області члены збирательній комісії попали под обстріл. Ночі, після підсчёта голосів, на участки вони перевозили бюллетени і протоколи з Углегорска в Краматорск. По дороге машину обстреляли. Із членів комісії ніхто не пострадав. Ізбирательні документи перевезли днём. Собственный подсчёт голосів ізбирателей ведуть в оппозиційному блокі. Подсчитали вже більше 80% в бюллетені. А данных ЦИК їх результаты отличаються. Ми знаходимося на 3-м місці, у нас порядка 10%. Це хороший результат для оппозиції. Ми єдинственна оппозиція, наша партия, яка буде представлена на Верховному на Раді. Есть попытки там, де ми получили хороший результат, блокувати роботу ОВК. Нас беспокоїть 50-й, 59-й округ, 60-й округ і 26-й Днепропетровський. Все йдет тому, що у нас хочуть просто украти голоса. Ми зараз работаємо с юристами, ми роботаємо з наблюдателем, і ми обращаємося і к ЦИК, і к міжнародним наблюдателям, щоб були честні вибори. 138-й округ. Просто гонки по вертикали. О перипетіях на этом округе подробні Андрей Анастасов. Он провел этот день в поселке Ширяєво Одесской області. 138-й округ раскалился от возмущення людей, які ще в воскресенье вечером привезли із сел і райцентров. Протоколи голосування, але никак не можуть здати для обработки. А кружком, по їхніню, принимають документи. Слишком медленно. Просто загнали 7 районів, а організацій никакой. Мороз на вулиці. Вот, до сих пор стоїм. Вплоть до рукопашної вже пошло. Це от, що і мужчина, і жінки, і так, друг другу на голову. Наблюдателі кажуть, що все з-за большого количества ошибок в документах. Конечно, ситуація була до виборів не совсем спокійна. Ми все-таки надеємся, що нашим оппонентам хватить здравого смыслу, щоб не накалять ситуацію. А повод переживати у оппонентів, между прочим, є. Сьогодні избирательний штаб мажоритарщика Пурсина объявив результаты параллельного подсчета голосов, который, к тому же, совпадає з поступаючими офіціальними данними. По результатам параллельного подсчета голосов Пурсин Іван Геннадич выігрывает у своєго ближайшого оппонента с отрывом більше чем 3,5 тисячі голосов. На данный момент этот отрыв подтверждается. І вот які надежды і ожидання від победителя. Звичайно достатку і більше пенсії вчителям, більше зарплату, тому що дуже маленька зарплата на сьогоднішній день вчителів. І умови краще для села. Конечно, окончательну точку в вопросі, хто победив, поставять только после объявления офіціальних результатів. Главное, щоб вони не подверглись манипуляціям. На сьогодні обработана только четверть протоколов. Закончить планирують в середе. А поки що міжнародні наблюдатели, в частності із Польщі, Лихович і Венцек, констатирують, серйозних нарушений на цьому округі вони не увидели. Главное, щоб і подсчет голосів був честним. Андрей Анастасов, Ігорь Михоношин, подробності, телеканал «Интер», Одеська область. В победі оппозиції в Днепропетровській області виноваты власти. Так считає заміститель Коломойського Борис Филатов, кстати, выдвиженец той самой власти. На своїй страниці в Фейсбук он пожаловався, що область якобы сливають. По мнению наблюдателей, команда Коломойського занималась більше собственним піаром, нежели продвижением більш широких інтересів губернатора Днепропетровської області. І цей факт вызвал гнев Ігоря Коломойського. І вот мнение политологів. Рівень централізації концентрації влади, який не сприйнявся досить вільними козаками Січеславщини, пан Коломойський захопився політичним інженерингом, щоб капіталізувати ті втрати, які він фактично набув через промахи управлінські. Це йому дісталося такою ціною, що за всі його жорсткі рішення, за всі його неадекватні, непропорційні атаки на опонентів, вони відлякали і насторожили його партнерів, і тепер доведеться за це платити. Тобто це той випадок, коли скупий платить двічі. Силам АТО удалось разблокувати дорогу к 32-му блокпосту. Без жертв не обошлось. Наш корреспондент Андрей Лащ розкажет об этом детальні. Андрей, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, подробні, які новости ти собрал? Олексій, трагічно разворачиваються события под Смелым на 32-му блокпосту. Це в Луганській області. За останні сутки там погибли два солдата, один ранен. Накануне силовикам удалось разорвати кольцо і відтесніть терористів. Тепер на некоторе часи воєнні обеспечені боєприпасами, продуктами і водою. Наслідок підриву на фугасі було виведено з гладу бойову машину розмінування. Також наші сили втратили один бронетранспортер, який ввів бій з боку блокпосту для підтримки прориву деблокуючих підрозділів. Два члена екіпажу БТРа загинули. Напряженна ситуація зберігається і в районі Дебальцево. Тут терористы ежедневно, практично без перерывов, нарушають режим тишини. Позиції армии обстреливають со всех видів оружия. Кстати, на трассі Артемовськ, Дебальцево, появився блокпост пограничників. Узнать, як у них дела не получилось, от камеры вони отворачиваються. А вот, що говорять бойці на передовой. Саме чаще ведуть обстріл со стрелкового оружия, бывает, танки иногда під'їжджають, Т-80-е, бывало, даже, замечали. С крупнокалиберних минометів стріляють 120-мм. Уже ближче к ночі, уже к двім, часу, двім, трьом ночі. Іногда, іногда чітко кроють градами. Це система БМ-21, установки град. Тем временем ряди боевиков редеють, поэтому террористы фактически принудительно заставляють молодых парней и мужчин записываться в ряды так называемого ополчения. Компанию проводят на блокпостах, а если заподозрят кого-то в дезертирстве, отбирають все имущество и в подвал. Вот, собственно, Леш, пока что это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, коллега. Это был Андрей Лащ. На передовой и наша Ирочка Баглая. Она дополнит новости с Востока Украины. Ира, здравствуй, что там у тебя происходит? Здравствуй, Леш. Боевики ДНР проводят перегруппировку своих сил в районе Донецкого аэропорта. Анонсированное ими наступление на сегодня так и не произошло. При этом местные жители Донецка сообщают, что боевики занимают квартиры многоэтажек, расположенных ближе к аэропорту, и обустраивают там огневые позиции. В этом секторе насчитывают около полутора тысячи живой силы боевиков, а также артиллерийские установки и бронетехнику. И сам аэропорт позиции под контрольными силами АТО террористы сегодня несколько раз обстреливали, но на штурм так и не решились. Перегруппирование происходит в рамках тех процессов, которые вынуждены ватажками этих бандитских формований, но еще раз подкреслю. Мы эти процессы мониторим. В самом Донецке сегодня утром снова разрывались снаряды. Взрывы слышали жители Куйбышевского, Петровского и Ленинского районов. К вечеру, по информации мэрии, ситуация спокойная. И сегодня появилась информация о перемещении двух колонн военной техники якобы на подмогу боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Одна из них зашла с территории России через Изварина. В штабе АТО эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Пока что это все. Леша. Спасибо, Ирочка. Это была Ирина Баглай. Давайте продолжим обзор новостей на Востоке. Вот под Мариуполем, не в Мариуполе уточняю, а недалеко от города, сегодня стреляли террористы, атаковали наши позиции. Давайте узнаем подробности у Эльвины Сеидбулаевой. Эльвина, здравствуй. Что происходит под Мариуполем? Да, Алексей, сегодня под Мариуполем были слышны залпы тяжелых орудий. Террористы открыли огонь по нашим позициям на линии Павла Пригнутого. Наши военные все атаки отбили. И отбили танк, который боевики сразу же бросили на поле боя. А вот минометный обстрел разбудил жителей поселка Толоковка. Осколки града попали в их дома. В результате миномета пострадала пожилая женщина. Сейчас она в больнице. Сначала были выстрелы из града. Мы же забежали в подвал. И только, получается, забежали. Оно вот упало. Вон воронка находится. И дверь он железную сломал. И бабушку, получается, ногу зацепило. Она возле двери стояла. Минометный обстрел разрушил 10 жилых домов. Поврежден и газопровод, разрушены электропоры и оборваны провода. У людей нет ни света, ни газа. Он взорвался где-то. Он не долетел до земли. Если бы упал, то тут бы было. Газовую трубу разбило. Вот что осталось. А крышу сейчас шло. Ну хорошо. В штабе АТО говорят, наши позиции обстреливали террористы из минометов и градов. В 7.15 ударили два залпа градов. Накрыли блокпост и 7-8 выстрелов попали в село. Они стреляют и убегают. Там не мальчики и не наркоманы работают. Там работают профи. После обстрела жители Сартаны перекрыли дорогу на Толоковку. Опасаются, что тут будет блокпост и уже после Толоковки обстреляют их дома. Вырыли они, значит это будет военный какой-то объект. Вот одно. Второе, если заснимет сверху беспилотник, они будут градами стрелять сюда. По словам военных, эти укрепления необходимы для обеспечения охраны моста, который является стратегическим объектом. Для того, чтобы диверсионные группы не уничтожили этот мост, чтобы на линию фронта могли проезжать техника, ротацию делать солдаты, снаряды и все другое. Если этот мост будет уничтожен, то подкрепление на линию фронта будет невозможно. Это вся информация на данный момент. Алексей? Эля, спасибо за работу. Это была Эльвина Сеидбулаева. Она следит за ситуацией в Мариуполе и окрестностях. Они не смогли проголосовать на выборах, а звуки войны стали привычными для жителей оккупированных городов. Мы созваниваемся с ними каждый день и вот как прошел у них понедельник. Послушайте. Донецк. Явка на этих выборах будет очень маленькая, а все остальное будет пририсовано. Вчера была перестрелка в Кировске и Стаханове, в том районе, на что мои родители ездили и их назад вернули. Сказали, дня через два можно проехать. Многие хотели проголосовать, но многие не могли выехать. Нету средств. Правда, нет возможности. После выборной торги. Расклад сил в новом парламенте уже понятен. Одни договариваются, другие выдвигают условия, но третий ждут своего часа. Обо всем этом подробнее Екатерина Лысенко. Голоса не посчитали, но о коалиции уже договариваются. Зайдировали почву для договора еще раньше. Все партии Майдана, они будут запрошены до строения такой коалиции. Все они могут приедать к консультации по строению коалиции, какие распрощались буквально сегодня. В партийных штабах сегодня день тишины. Кто с кем и как. О коалиции не говорят ни в Батьковщине, ни в свободе, ни в самопомощи. Готовы, заявили только у Ляшко. Чем шире будет кулиция, 4-5, а краще 6 участников. Это не можливо. Эти консультации, как это называется, а на самом деле это торги. За то, чтобы выторговать в себе те или и другие посадки. Хотя торги за кресла, за главные, за министерские. Сейчас в разгаре, уверяют политологи. Впрочем, договориться будут не только за Кабмин, за губернаторов, но и за спикера и комитета Верховной Рады. Если одна партия победит, получит посаду премьера, другая партия победит, получит посаду спикера Верховной Рады. За логикой, спикер должен быть от Блока Порошенко. Кто это будет? Сказать тяжело. Луценко может быть, Ковальчук, или кто-то третий. Такой вариант тоже возможен. Есть варианты, и такие были чуткие еще до выборов, что Александру Валентиновичу запропонуют посаду секретаря Рады национальной безопасности и обороны. Будет в Новой Раде и оппозиция. Пока ее представит только оппозиционный блок. Мы будем в оппозиции к сегодняшней власти. И это наша принципиальная позиция, поскольку не видим, что люди, представляющие сегодняшнюю власть, имеют четкое понимание развития нашей страны. У нас очень много мажоритарщиков являются руководителями и могут аргументированно донести свою позицию в любой аудитории и выдержать любую дискуссию. Какие-либо договоренности в объединении будут прописывать в коалиционном соглашении. Его текст обещают показать вот-вот. И торги сейчас не только по креслам, но и по пунктам того самого соглашения. У каждой силы свои аппетиты, свои условия и свои политические амбиции. А гармонизировать их президент попросил за положенные 10 дней. Екатерина Лысенко, Максим Кошелев, Игорь Сюлей. Подробности. Телеканал Интер. Непраздное любопытство, ни экскурсии. Пусть не ведут вас в ближайшее время в Иерусалим. Почему? Что происходит на Святой Земле? Подробнее Сергей Ауслендер. Он в столице Израиля. Туристам, которые собираются в ближайшее время посетить Вечный Город, категорически не советую этого делать. Там уже несколько дней идут жестокие уличные столкновения между израильской полицией и жителями арабских кварталов. Настолько жестокие и масштабные, что по требованию служб безопасности отменены, например, школьные экскурсии в Иерусалим. А приезжим советуют посещать святые места только в составе организованных экскурсий. И категорически не советуют приближаться к арабским кварталам. О том, насколько это опасно, говорит хотя бы сегодняшний случай. В Иерусалимском районе Шейх Джара, это совсем рядом со старым городом, израильскую машину, в которой находились двое взрослых и семеро детей, арабские тетушки забросали камнями и бутылками с коктейлем молотова, лишь чудом никто не пострадал. Правительство сейчас предпринимает срочные меры, чтобы беспорядки не перекинулись на другие районы Израиля. Мы перебросили в Иерусалим тысячи полицейских и бойцов погранохраны, происходящие не случайно. Существуют игроки из числа радикальных исламистов, стремящиеся дестабилизировать обстановку в столице Израиля. Но камни и коктейль молотова пока самое что ни на есть реальность Иерусалима. Сегодня же премьер-министр Нетаньягу предложил ужесточить наказание за швыряние камней. До 20 лет лишения свободы плюс семью нарушителя заставят возмещать нанесенный ущерб. Этот законопроект будут рассматривать уже на нынешней сессии КНЕСЭТа, которая, кстати, открылась сегодня. Надо сказать, что за время беспорядков очень серьезно пострадали жилые кварталы, арабские кварталы, которые разрушили, собственно, сами же арабы. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. В Донецк с концертом, потом Луганск. Это гастрольный график Иосифа Кобзона. Несмотря на запрет СБУ, певец, который числится и в черном списке на въезд в США, пересек российско-украинскую границу. Не исключено, что следом за вечным воспевателем Кремля развлекать террористов приедет Иван Ахлобыстин. Накануне Служба безопасности Украины то ли актеру, то ли священнослужителю также запретила въезд в страну. То же самое сделала на днях Латвия. А вот Андрею Макаревичу и дальше запрещают выступать в российских городах. На этот раз концерт отменили в Кургане. Половина россиян считают музыканта, который открыто заявляет о своем несогласии с политикой Кремля предателем интересов России. Такие данные в соцопросах. А вот у кого проводят обыски в Москве. Обычная история по обычному сценарию. Ищут деньги у тех, кто может представлять хоть малейшую опасность. Кто этот хоть знает Данил Русаков? Он в Москве. Государственные рейды по квартирам оппозиционеров снова набирают обороты. На этот раз сотрудники главного управления Следственного комитета пришли к Марии Гайдар. Дочь легендарного политика Ельцинской эпохи фигурирует в уголовном деле о хищениях из фондов партии «Союз правых сил». Пока в качестве свидетеля. Речь о сумме 100 миллионов рублей. По нынешним расценкам это почти 2 миллиона евро. Якобы эти средства присвоила себе компания «Олет» еще в 2007 году. В ней тогда, собственно, и трудилась Мария Гайдар. Деньги должны были пойти на рекламу. И тут вдруг Следственный комитет обнаружил мошенничество. По утверждениям, самой Гайдар обыск проводили с пристрастием, выломали двери, изъяли все мобильные телефоны. Почему уголовное дело о хищениях семилетней давности, причем в партии, которой уже давно нет, принялись расследовать именно сейчас? Разгадку некоторые усмотрели в личности директора предприятия, в то время руководил Алексей Навальный. По утверждениям блогера и оппозиционера, его нынешнее уголовное дело, тоже, кстати, о хищениях, но из почты России, разваливается в замоскворецком суде Москвы. Свидетели обвинения дают не те показания. Если новое дело опять направлено против Навального, то какую роль в нем отведут для Марии Гайдар? Нынешняя власть девушку хорошо знает. Она для нее много чего сделала, призывала к честным выборам, участвовала в протестном движении, ратовала за ориентацию на Запад. И несмотря на то, что обвинения люди в погонах Марии не предъявляли, она уже попросила помощи у адвокатов. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Москва слезам не верит, да ей это и не надо, Европа тоже. И дело не в слезах, конечно. Дело в том, чтобы Кремлю верили в Европе, а вот для этого уже все средства хороши. Какие конкретно? Подробнее София Гордиенко. Клубы «Друзей России» живут и процветают практически в каждой европейской столице. Именно в их введении организация странных митингов и манифестаций. Мы их не раз встречали, например, в Бельгии. И в конце я хочу сказать, что в Европе ростыция огромной болезнью. Это называется грузофобия. Журналисты французского издания «Либерационно» считали семь групп во Франции, которые отстаивают интересы Кремля. Это и ультраправые во главе с Марин Липен, и различные институты демократии и сотрудничества, которые лоббируют российский взгляд на украинский вопрос. Их регулярно финансируют российские фонды. Причем не только они. Один из сенаторов, ведающий во французском правительстве вопросами российского сотрудничества, например, Жан Шаверман, тоже любит выгораживать Путина. Я лично способствовал тому, чтобы российское правительство признало избрание Порошенко. Но он был выбран для мира, не для войны. А что сейчас, гибнут люди. Однако на любое давление, особенно информационное, всегда найдется сопротивление. И в той же Франции продвинутые россияне сами развенчивают крымлевские мифы. То, что происходит в России и на аннексированных территориях, это пропаганда. В новостном сайте Лента.ру поменяли руководство под угрозой закрытия независимый канал Дождь. Задерживаются и арестовываются манифестанты. Путин использует конфликт с соседями как политическое оружие. Надо признать, что взрывовы слящих людей в этом вопросе большинство. Но Кремль тоже не сидит на печке старыми дедовскими методами. Пытается провернуть с европейцами то, что он сделал уже с россиянами. Одиозный канал. Раша туда и планирует запустить французский аналог. Руси уже убить, чтобы рассказать французам, бельгийцам и канадцам-франкофонам страшную правду о бандеровских карателях и фашистах в Украине. И при Бальтике. Также таких же карателей уже ищут и в Казахстане. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Никому не нужный урожай, отчаявшиеся фермеры и закупка импортного сырья на 12 миллионов долларов. Это все о сахаре. О странностях сладкого рынка подробнее Инна Белецкая. В Украину везут 30 тысяч тонн тростникового сахара сырца. И это в сезон, когда украинские фермеры с ног сбиваются в поисках места сбыта выращенной свеклы. Потратят на тростник 12 миллионов долларов. Возить сырец будет предприятие Украина-2001. А разрешил все это госрезерв. Благодаря лоббированию корпоративных интересов на самом высоком уровне. А вот что об этом говорят фермеры. Тут чьи интересы лоббируются. Мы здатны не только вырабатывать сухар для внутреннего рынка. А мы, когда забезпечили, можем забезпечить свои сыровые. Сухар надо экспортировать для других стран. Предприятие Владимир Сахар сейчас не работает. Машины с сырьем проезжают мимо. А на заводе никого, кроме охраны. Но именно здесь собираются перерабатывать импортный тростник. Завод сам протеревает? Ничего не вырабатывает. Он в процессе будет и должен. Вообще я не могу вам дать информацию. Комментировать на заводе, кто и когда будет перерабатывать тростник, купленный за 12 миллионов долларов, нам не стали. Ответ на этот вопрос мы надеемся получить от руководства госрезерва. Чтобы понять, зачем в Украине импортное сырье низкого качества, когда свою сахарную свеклу девать некуда. И зачем так цинично тратить такую необходимую внутри страны валюту. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Волынская область. Стрельба возле окружкома, переписывание протоколов, голосование не за того парня и маски-шоу. Все это было на избирательных участках. Ночью и с утра. Нарушение мониторила Елена Зорина. Со стрельбой военными и без света. Так прошла ночь в окружкоме номер 60. Волновахи Донецкой области. Из-за выстрелов на улице двери комиссии были закрыты до утра. Люди вместе с бюллетенями ночевали в актовом зале. Ситуации разбирались военные. Была провокация со стороны, я думаю, что тех или иных кандидатов, которые были довольны или недовольны результатами голосования. Были осмотрены близлежащие дома, близлежащие дороги, выставлены дополнительные патрули, усилена охрана улиц. Утром с 8 часа, кто сами приехали, кого вызванивали. Комиссия начала работу. Конечно, жутко. В такой ситуации мы еще не были. Я до 4 часов вообще не спала. Постоянно в окнах выходила сюда. Возле окон стояли люди вооруженные. Неспокойная ночь была и на 96 округе Киевской области. Несколько десятков молодых людей напугали. А кружком Вышгороде приехали якобы следить, чтобы не было фальсификаций. Привезли бюлетни в час ночи сюда. И где-то в півдро приехал правый сектор. Ну, человек 30 было их. Требовали там, бюлетни выривали. Ну, короче, занимались беспределом. Пытались некий садовый конфликт сделать. Ну, это не получилось. Нет. Пустили внутрь только тех, кто показал лицо. При этом они громадский порядок не порушивали. Ну, веком не били, ничего не выкрикивали, ничего не высловливали. И никаких предметов в важких руках у них не было. Они приехали с одним из кандидатов, народные депутаты Дудка. Мажоритарщик Дудка, по данным ЦИК, на седьмом месте по результатам голосования. На выборы кандидат шел от правого сектора. Правда, в самой организации уверяют, никакого отношения к этой истории не имеют. Открывать производство по этому факту милиция не собирается. Работу 79-го окружкома в райцентре Васильевка с утра сопровождал митинг. У здания собрались несколько сотен шахтеров Запорожского железорудного комбината. Требуют честного подсчета голосов, пекутся о своем кандидате, профсоюзном лидере Горняков. Что происходит здесь, мы не знаем. Наши протоколы задерживаются. Вот мы еще с трех часов ночи стоим, ждем, пока примут наши протоколы. Мы с вами в любой момент, если только будут повторные попытки сфальсифицировать выбор наш, мы сюда придем. В любом случае. Так я говорю? Да. Сбежал и не обещал вернуться. Это о главе окружкома в Одессе. Как результат, работа 140-го округа заблокирована. Пока там обработаны 7% протоколов. А в числе победителей значится довидживание. Его оппоненты уже заявили о попытке сфальсифицировать результат. В качестве аргумента приводят данные протоколов и те, что появлялись на сайте ЦИК. Но позже были изменены. А сам ЦИК вечером досрочно прекратил полномочия сбежавших. А четырех членов окружного избиркома отозвали политсилы. Я вам мешки хочу сдать с документами. И некому сдавать. Сейчас в ночи. Ну, комиссия разбежалась, говорят. А я что? На 26-м округе, это Днепропетровск, сложилась странная ситуация. В окружкоме через один браковали документы, привезенные с участковых избирательных комиссий. Официальная причина – ошибки в заполнении. Почему прием документов задерживают, уже заинтересовались международные наблюдатели. Я пока не могу найти компетентного человека, который бы мне объяснил, что тут происходит. Похожая ситуация на двух округах Луганской области. Этот регион, по данным ЦИК в аутсайдерах, по количеству обработанных протоколов. Самые скромные показатели в Северодонецке и Рубежном на 106-м и 112-м округах. По состоянию на 6 вечера там обработали немногим больше 4-х процентов протоколов. Бумаги принимают медленно, а в большинстве членов комиссий просто отправляют назад. Основные усилия власти направлены на блокирование передачи информации. С востока Украины, где у нас наибольшая поддержка, центральную избирательную комиссию. Мы ведем параллельный подсчет голосов. Мы передаем все нарушения, о которых я сказал, наблюдателям ОТБ, СЕ и Европейского парламента. За себя и за того парня голосовали в Херсонской области на избирательном участке в селе Украинка. Военным разрешили воле изъявиться как за партии, так и за мажоритарщиков. Хотя солдаты там не пропитаны. Это незаконное голосование 72 солдатов за кандидатов-мажоритарников. На этом участке выборы были написаны недействительными. В целом в Херсонской области зафиксировали около 40 нарушений, но на общий результат голосования они не повлияют. Подавляющее количество этих нарушений связаны с непрофессионализмом комиссии. Нами было зафиксировано, это уже выходят за эти рамки, два факта, по нашему мнению, карусели, подкупа избирателей. За переписыванием протоколов застали председателей двух комиссий в Черкасской области. Попытки наблюдателей выяснить, что же меняли, оказались тщетными. После появления видео в интернете милиция начала уголовное производство, а председатели уже дают пояснения. Елена Зорина, Ирина Романова, Сергей Бордюжа, Станислав Кухарчук и Кирилл Ючишин. Подробности телеканал «ЮТР». Недострой десятилетия. Северный поток. Ветку для поставок российского газа решили до Великобритании не тянуть. Сейчас труба заканчивается в немецком Грайфсвальде. В Лондоне не хотят зависеть от поставок из Москвы и забраковали проекты расширения северного потока. А вот кто и за что толкнул первое лицо Великобритании? Как чувствует себя премьер? И что случилось с нападавшим? Обо всем подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. Инцидент, который весь день будоражит британцев, произошел в городе Лидс. Премьер Кэмерон прибыл туда на мероприятие, посвященное железным дорогам. После речей о новой скоростной ветке поездов покидал городскую ратушу. Вот Дэвид Кэмерон в окружении свиты спокойно переходит улицу. Как тут на него с разбегу натыкается неизвестный мужчина. Потасовка вышла занятная, любителя толкаться сразу же оттянула охрана, а Кэмерона молниеносно спрятали в авто и увезли. Сразу скажу, глава правительства не пострадал. Нападавшего, а им оказался местный 28-летний парень, тут же арестовали. Но продержали в полиции недолго. Выяснилось, что зова умысла он не преследовал. Премьера, говорит, попросту не заметил, когда совершал пробежку. Полиция написала несколько успокоительных твитов, а затем сделала заявление, мол, просто человек оказался в ненужном месте не совсем в подходящее время. Хоть закончилось все по-тихому, продолжаются споры. Неужели премьер-министр так доступен? Как бодигарды допустили такой контакт с посторонним? А если бы у него было оружие или яд? На эти вопросы еще предстоит кое-кому отвечать в высоких кабинетах, но публики об этом вряд ли расскажут. Или же обычно отчитаются. Все в порядке, охрана знает, что делать в таких ситуациях. Хотя ситуации бывают разные. От уколов, отравленным зонтиком, до полония-210. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. СС на службе ЦРУ. Зачем Америке понадобились шпионы из Третьего рейха? И практиковалось ли такое в СССР, знает Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Оказывается, в течение многих десятилетий спецслужбы Америки не только покрывали, по меньшей мере, тысячу нацистов, но и использовали их в качестве секретных агентов в период Холодной войны. Интефакты стали известны благодаря писателю Эрику Лихтблау. Его книга «Нацисты по соседству, как Америка стала убежищем для людей Гитлера» появится на прилавках только завтра. Но отрывки уже сегодня публикуют в здании Нью-Йорк Таймс. Документы были засекречены буквально до недавнего времени. Но вскрывшиеся факты, безусловно, станут настоящим шоком для американцев. Оказывается, нацистские преступники понадобились властям Америки для того, чтобы бороться с Советским Союзом. По логике «брак моего врага» — мой друг. Но при том, на работу в ЦРУ и другие агентства брали даже самых отъявленных злодеев. Например, офицер СС Отто фон Боушвинг. У Гитлера он был одним из главных людей в решении так называемого еврейского вопроса. Когда его соратников начали хватать израильские спецслужбы, он больше не просился в США. И был здесь принят. Нацистам в Америке давали абсолютно разные задания. Например, известно, что неподалеку отсюда, от Вашингтона, в штате Мэриленд, немцы вготовили к возможному вторжению в России в специальных военных лагерях. Но больше всего повезло, пожалуй, Александру Суллилилкису. Его в начале 50-х завербовало ЦРУ, заслало восточную Германию как шпиона. С неплохим, кстати, жалованием 2000 долларов каждый месяц. Через несколько лет его решили вернуть в Америку. Здесь он жил долго и счастливо до недавнего времени. Вот это все, несмотря на то, что его обвиняли в расстреле 60 тысяч евреев в Литве. Выяснилось, что только в 90-е его депортировали в Литву, лишили американского гражданства. Но суда так и не было. Таких фактов книги великое множество. И все они в очередной раз доказывают хитрость и могущество американских спецслужб, а также очередную истину. Все тайное рано или поздно становится явным. Неизвестно, была ли такая практика использована Советским Союзом, но не исключено, что такие факты будут тоже обнародованы. Вопрос только когда. Дмитрий Львовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Энтер». Вшивые селфи. Охота на ведьм и скелет в шкафу румынской школы. Об этом и не только. Давайте посмотрим в обзоре. Отдал себя работе до конца. Директор сельской школы в румынском регионе Прахова завещал свое тело образовательному заведению в качестве учебного материала. Теперь по его скелету дети изучают анатомию, пишет румынская пресса. Гигиеническая экспертиза установила, скелет не представляет опасности. Бразилия снова поверила Дилме Русеф. Ее во второй раз избрали президентом Федеративной Республики. Русеф победила, набрав более 51% голосов. За президента горой бедные слои населения. А вот промышленные районы за ее конкурента, правоцентриста Эсио Невеса, он набрал лишь на 3% меньше. Стрельба в эстонской школе. В небольшом городке Вильянде девятиклассник застрелил учительницу немецкого языка. Женщине было 56 лет. Подросток, у которого ранее не возникало проблем с поведением, открыл огонь во время урока. Его уже задержала полиция. Больше никто не пострадал. Роспотребнадзор предупреждает, вши передаются через селфи. Именно этот популярный вид фотографии Курское управление ведомства считает главной причиной распространения педикулеза среди подростков. Мол, вши перебираются от одного человека к другому, когда участники селфи соприкасаются головами. В Индии продолжается охота на ведьм. В центральном штате Джхаткисгарх 55-летняя женщина умерла от пыток. Вдову растерзали родственники покойного мужа, заподозрив ее в колдовстве. Женщину избили, а потом насыпали в глаза уши и интимные участки тела порошок перца чили. Несчастная умерла. В 30-е годы прошлого века англичане планировали украсть у шотландцев их символ – лохнесское чудовище. Это доказывают обнаруженные в архивах документы. Монстра хотели убить, а тушу выставить в Лондоне, что приводило шотландцев в ярость. Непорочное зачатие – обыкновенное чудо из жизни присмыкающихся. В зоопарке Луисвилля, штат Кентукки, 11-летний сетчатый питон Тельма дала потомство без помощи самца. Еще в 2012-м она отложила 61 яйцо, чем озадачила ученых. Исследования показали это первый случай непорочного зачатия у питонов. Ну вот таким выдался этот понедельник. Спасибо, что узнали его главные новости от подробностей. Хорошего вам вечера и давайте увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok